всем привет дорогие друзья с вами red fox battle brothers и мы продолжаем наше путешествие и приключения я немножко разгреб инвентарь ну как не так чтобы очень уж сильно кое-что даже продал не знаю когда-нибудь мы разгребем этот обоз наверное и так в этой серии пойдем посмотрим что у нас на востоке происходит и на юго-востоке то мы там толком и не были давайте погуляем и посмотрим так интересные ребята но толку с них для нас немного разве что привезти их кому-нибудь в гости так дать посмотрим тут еще какая-то земля тут целые острова получается я думал тут нет ничего толком найти посмотрим что у нас края карты еще бы не ночью это делать было вообще хорошо так тут край карты уже дальше некуда так светает такой огромный остров и ничего нету тут еще дальше земля холмы какие-то сейчас с холма может что-нибудь увидим да кораблик разбитый где все тут уже тупик вообще ничего он такой огромной территории пойдем сюда еще сходим так и придется корком идти обратно мне поправились что надо 5 аутпостов гоблинов разбить или не хочу тут углубить проверять вряд ли там что-то интересное 5 аутпостов или 10 их отрядов а не 10 аутпостов так восемь некрасавантов лучник сразу в обоз я кстати решил попробовать метательное копье нашему арбалетчику может как нибудь используем а может я про него забуду так арбалетчик мили деф минус 2 но он очень толстый прям очень пробуем глушить некрасавантов нужна ли плетка или может быть нам клевер достать нам клевер достать ладно пусть будет плетка в дальнобойне ну что только лучника отправляем в обоз вот дитер у нас старый стал как бы его тоже не зарезали могут ведь может убрать его с угла а куда тоже вопрос ладно я думаю вольфрам будет хорошей приманкой и мы вокруг него попляшем давайте попробуем посреди дня с вампирами подраться кто-то мне говорил они у него горели днем посмотрим так первые к дитеру вот этот цепь кстати на три удара ой как хорошо мы стоим на холме первый цепь на три удара на тройной удар точнее как мы уже выяснили отлично работает против девяти жизней и тут нам пригодится что-то пока никто не клюкнул не клюнул на вольфрама кстати клеверы против нимблистов то неплохо работают может 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 не все так и хорошо да так ну что надо кого-то одного лупцевать в голову попал девять жизней и сейчас его с плетки доберем здесь тут парень подошел под дубину знаете подождем много вариантов кого надо будет спасать арбалет у нас есть в упор мимо мимо тогда коса тоже мимо отличный выход вольфрам тут странно что не подъехали в первый ряд девять жизней так по девяти жизненному лупить двуручкой как-то не очень а это топор как в голову все-таки много урона наносит тут не написали наверно сколько не написали первый удар был в туловище на сорок два что-то наверно минимум урона выпало у СПД вручную 63 урона он нанес 85 в броню еще правда ушло ладно насчет нимбла и собак мы подумаем вот девяти жизненных добираем отлично отлично так попробуем глушануть может быть такое себе плохо так тоже что-то цепь не смог надо кого-то добить а да добить девять жизней ну тогда адреналин два удара кливером с горки результат такой себе тут адреналин тут адреналин вот этого надо забирать по нему никто не попал можно собаку спустить она может его догрызть или они собаку на следующий ход сожрут давайте пока обождем Ларсу все-таки не хватает адреналина надо выучить наверное Индом тут ему не сильно нужен бить будут Дебранта вообще наверное скорее телепортируется и вмажет кому-нибудь другому ладно пропускаем так тут адреналин и добавить этому парню отойти можно отойти чтоб не получить два удара давайте так и сделаем хотя это бронированный сержант у нас в какой-то веке ему не очень страшно так отличный промах 9 жизней но кровотечение вот по идее он должен помереть у него 9 жизней уже триггернулось кровотечение на нем осталось то есть сейчас он он походит а потом кровотечение нанесет ему урон да если он подлечится то он может и не помереть придется придется бить так давайте стан все-таки 9 жизней никакого стана понятно Так, у Дитра проблемки Пошел нафиг Это странный выбор, ну ладно Я его поддерживаю Так, Дитр, давай отбивайся Отлично На морали Девять жизней Отъезжает Еще можно подойти И не достать Ладно Какой качественный урон От топора, слушайте, он прям вваливает Одноручный Это еще не в голову бьет, по-моему Так, а давайте-ка отнимем Отлично отобрали Стоит ли подходить? Наверное нет Вот тобой можно и подойти У нас как бы у Дитра проблемы Давайте Хадебранта подставим под удар Тут даже не знаю А что у нас У нас ходов-то нет Можно у Альфрама немножко подставить Вообще Дитра ходил раньше Этих некрасавантов Несколько ходов Два На этот раз нет Вальфрам Купился на Вальфрама, дурачок Девять жизней Так Ну а Альфрам самого забрал Отлично Все молодцы Так, еда у нас уже заканчивается А мы тут неизвестно где бродим И у этих парней Есть нечего Так Давайте ваши кливеры Продадим За хорошие деньги Так, надо вернуть всех на свои места Ну пошли посмотрим Откуда они пришли Ауксиларий еще И много некрасавантов Не очень мне хочется к ним лезть Но больше тут ничего нет Вон еще земля какая-то виднеется Если бы еще туда можно было залезть Опа Что это произошло В пути Сработало почему-то на гоблинов Кто-то другой гоблинов зашиб что ли отряд Гоблины значит разозлились И выслали армии На выход Оставив город незащищенным Ну их нафиг этих некрасавантов Никогда я их не любил Одних побили и хватит Пошли в город Купим еды И нам намекают сходить в гоблин сити Так, что здесь Ну давайте сюда заглянем Правда ночью не очень бы хотелось Давайте в сторонке встанем Лагерем Пошли заглянем на огонек Бандиты 20 человек с лидером Неприятный арбалет Два неприятных арбалета Может быть три 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 неприятных арбалета Вольфрам, ну кто так стреляет Что это такое в конце концов Мы тебя всю игру с собой таскаем Ты до сих пор мажешь своего арбалета регулярно Как так Так, вот и лидер Блади Вендель Не знаю, что такое Вендель Кто-то кровавый Шлем на 200 Кольчушка такая себе В общем он нам не интересен Где обещанные чемпионы Обещали кучу чемпионов У которых можно уники отбирать И где вот это все Так, давайте подождем Пока сходят их задние ряды Чтобы не нарываться На лишнее Хотя вот здесь Можно и понарываться Наверное Ну и ладно Давайте как про поступим Сначала всеми подойдем Улучшим себе шансы А потом Будем бить Ну вот этого уже можно бить Ой-ой-ой Вот это урон Слушайте Это не в голову Это по туловищу Травма Почти все ХП И Дейс Если мы его доберем Ларс зря подходил Ему стукнуть некого Хотя Есть один мув Да Мы его пожалуй провернем Так Тут Прорыв Опа Сюрприз Неожиданный Тут парень серьезный Шлем у него Поинтереснее вроде Чем у нашего сержанта Броня непонятная Хм Интересный парень Так По двоим Мимо Так Неплохо Хорошо Так Пика Арбалеты Кто неприятнее Вопрос Но Пика Мне не нравится Что-то урона нет Ну я бы на этого парня Наверное наехал Ну если просто подойти Мы еще и под пику Подставимся А у них есть мастерство По-моему Раз Два И вот тут Он уже бьет Ладно Постоим здесь Ага Но не ударил А мы Сделаем Вот так Теперь вот так И можно в центр В принципе Зайти Кто если не Арнольф Так Хелфрих Аааааа В голову? Да, в голову на 190. Банданки. Хороший урон. Пошли в наглую вперед. Так, и вот Ларс не попал в голову, но очень расстроил бандита. Так, тут теперь непонятно, кого куда. Опа. Так, адреналин надо? Давай. А у меня два тут уже, да? Ну нормально. Так. Продолжаем разговор. Ух ты, ух ты. В голову второму въехала. Так, опять по-двоим попробовать? Или черт с ними? Давай попробуем. Одного попали, другого нет. То можно как бы не добивать, с другой стороны бить-то больше некого. Давайте всех расстраивать. Хороший урон. Но подойти и стукнуть мы не можем. Ладно. Пошли нафиг. Ага. Ага, попал. Так. Там еще лучник у них. Может пойти их резать? А кто этих будет резать? Ой, раз, два, минус голова. Как, впечатляет? Пика выпала, кстати. Так. Парень так расстроился, что решил больше не воевать. Но помереть не помер. Такой смелый бандос. Так. Мы будем раздевать рыцарь или фиг с ним? Наверное, будем. Тем более, что он уже расстроился немножко. Правда, и Бертольф что-то подрастроился. О, какая есть цель. Особенно, если в голову зарядить. Жаль, не убили. То можно было с берсерка второй раз врезать этому парню с усилением. А еще можно отойти. Пусть в щит долбится. Так. У нас есть выстрел из арбалета. Понятно. И коса. 44%. Капец. Еще так плохо. У него, конечно, щит, но не настолько же. Так. Тут можно просто стоять и щит поднимать. Наверное, так мы и будем делать. Так. К этому парню. А, тут все уже куда-то побежали. Блин. Я еще вот этого не хотел бы отпускать. Да что ж ты, Вольфрам. Такой красивый мув был. Можно это утолкнуть и подойти сюда. Или сейчас тут подойдет Аливар. Аливар уже бил на этом ходу. Они же с адреналином выступали. Так, ладно. Держи их всех, Арнульф. Так, неплохо. Адреналин надо? Наверное, нет. Уже выносливости маловато. Тесаком махать. У Аливара есть ходы, но ударить не получится. Кто вам врывается? Адреналин не надо, наверное. Хотя можно вот этих взять за шкирку. Давай. 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 Так, все, стой, отдыхай. Не получай. Так. Здравствуйте. Кто тут стреляет из арбалета без разрешения? Не санкционировано, так сказать. Опа, мимо. Неожиданно. Так, этих взяли, этих взяли, вот этих не взяли еще. Попробую пострелять теперь, гад. Э, э. Я не тебе. Да что ты будешь делать, Вольфрам? Ты расстраиваешь нас. Опа, нифига. Опасный тип. Так. Отличный выбор. Да что же вы все попадаете? А вот не все. Так. А, это Ларс перепутал с Хадебрандом. Хотел вон тому парню вмазать. Ну, пусть попробует поубегать, а потом мы дальше пойдем. Можно попробовать этих парней взять за шкирку. Так, ты что тут машешь своей кочергой? Можно же людей поранить. Вот, все. Передумал. Опа. Фига. Хитрец какой. Не, все, стой, держи щит. Так. Ну, против бандосов двуручный кливер, прям скажем, неплох. Ах, на адреналин не хватит двоих рубануть. Все равно пошли сюда. Девять жизней еще. Стан прошел. А, это сколотушки. Так, а у тебя какое оружие? Тоже нож? А, у этого в крови нож. Я думал, что-то лезвие какое-то не такое. Это два одинаковых ножа. Думаю, что это за нож, которого я не видел? Явно отличается от этого. А этот просто в крови и кончик не видно. Так, хорошо. Тут. Все вроде под контролем. Так, ты кого тут ножиком упыряешь? Упырь. Э, да вы что делаете? Опять травма. Они издеваются. Я не успела их залечивать. издеваются. Ты еще давай травму повесь. так. наконец-то. Вольфрам в кого-то попал. хельфрих, доставай кинжал. Пациент почти готов. Так, куда это мы побежали? Позвольте поинтересоваться. так, этот в дейзи, этот убегает. Тут все уже побежали. Давайте подождем, а потом пойдем окучивать рыцаря этого. Так, опа. Рыцарь тоже готов. Так, держи его, чтобы не сбежал. А, очков действия не хватает. Все. Никуда не денется. Тут только собачка сейчас под угрозой некоторой. Э-э-э-э! Он еще и попал. на тебе гад. Все, ночь длинных ножей начинается. Это тебе за собачку. Так. Тут у Альвара личные счеты. Хотя, скорее, должны быть у Сигурды, которым успели пропахать бочину. озвучка, конечно, в этой игре. Это что-то. Опа. Хелфрик дал сбой. А что, девять жизней? А, или у него нет девяти жизней? Только у лидеров девять жизней. А у рыцаря-то нет. Ничего себе, я и не знал. Кто, сколько надамажил? Бертольф ничего не надамажил. Он у рыцаря держал весь бой. Дубина, кстати, больше всех. А нет, не больше. Хелфрик настрелял семьсот. Еда. Отлично. Еда нам нужна. Как купил мясо, так и хожу с ним. Только начали есть, когда оно уже почти испортилось. Так, шлем на 300 и броня на 285 тяжелая. Два щита, один меч. Остальное ерунда. Щиты дороже или броньки? я что-то не помню. Давайте броньки возьмем, а щиты автолут затянет. Ничего ценного, впрочем, тут не было. Пошлите дальше в город. Я думаю, сейчас продадимся, поедем куда-то, можно здесь пройтись, можно ближе к Оркам поехать. И где гоблинский город-то? Вот этот, что ли? Ну, это уже, видимо, в следующей серии. Выдвинемся в гости к гоблинам. Из того, что я слышал про гоблинский город, возможно, там наша компания и закончится. Так, что там? Ой, засады на торговых путях. Отлично. Продаем прям все ненужное. По 200 уходят. даже с лишним. Тисаки. Так, на 200 мне шлем не нужен. Так, почем броники? Броники дороже, кстати, щитов. Только вот этот дешевле. Самый захудалый. так, у меня щитов таких сколько? Один. Какой покрасивше. С мечом красивее оставим себе. бронику сейчас посмотрим. сержанта переоденем. Так, инструменты по 300. Дороговато. Еда. Еда дорогая вся. Ну, конечно, тут засады. давайте возьмем инструментов с собой. Пачки три. Без этого никак. И поплывем в деревню и там закупимся едой. так. 300 у тебя 280. Не крашеный, правда. Вон, кстати, на рынке были какие-то краски. А броня 230 за 30 и 285 за 40. Ну, значительная, конечно, разница в выносливости. 8 единиц. А у тебя что за броня? 360. Ну, у тебя вообще монструозная. В принципе, нормально. Знаменем махать сил много не надо. Гробокопатель у нас какой, а? в итоге тяжелой рыцарской брони. Ладно, это тебе запасочка. Вот так положим, чтобы я не перепутал. так, в Сан-Хум поплывем или на полпути попыли? Сначала сюда. Рыба недорогая. И больше ничего нет. на рыбу. Рыба так, тут можно прогуляться, а можно дальше поплыть. еды маловато. В Сан-Хуме вот есть еда или нет? Вопрос. А, давайте сплаваем дальше. А тут засады, тут никакой еды, только очень дорого. ягоды, винишко, зерно и рыба. Нормальный рацион. Так, что в таверне говорят? лонг таск дэн. Да, знаем мы про это место. Есть такое. Ладно, пошли. Может, корка мы заглянем как раз. Там травму нам правда влепили. Опа. Судя по флагу, да и вообще нежить и орки откуда-то идут. Я бы с этими орками зашел вот сюда, чтобы повеселее было. Орки. так, ночью правда намечаются дела. Так, орки И кто-то еще Три призрака, видимо Так, все отходим Еще броня не отремонтирована Травмы у некоторых не залечены Но нас это не останавливает Так Что-то я как-то не очень-то отошел Альвар Что-то орки довольно целеустремленно лезут Прямо к нам в гости А сколько орков-то было, я что-то не помню Мне кажется, нежити совсем мало Ну, наверное, мы еще немножко отойдем Они же до нас не достают Вроде нет Так Кого-то там уже бьют Так Пара орковоинов Свернула Ну все, можно начинать мочить Две травмы Неплохо И дизмораль Жаль не в могилу Так Этим надо было подвинуться Ладно Ждем гостей Так Кого-то там убили Пока непонятно Орк-воин Они, наверное, не оглушаются Но что бы и не попробовать А вот было бы это место свободное Еще бы ударить смогли Так Индом, не индом Кто ходит раньше? По идее, мы раньше ходим, чем орк-воин Блин, куст не дает Оружие отобрать О Ничего не пишет Про стан Непонятно Работает Не работает Просто не сработал Или что Или смысла нет Пытаться Наверное, смысла нет Адреналин надо, нет Я думаю Нет Тем более Мы ему выносливость Подвыбили Тем более Арнольд пойдет раньше И затаунтит его Так Давай не отпускать Орка Берсерка Так Пошли в разведку Вдвоем Тяжелобронированная разведка Лучник С вами пойдет Так Ему бы еще подрезать Конечно Выносливость Кстати Какой он ходит? Тридцатый У меня все раньше ходят Здорово Так Арбалет В разведку Нам еще надо Кого-то завалить Из нежити Чтобы Получить Ну это просто Таунт Кстати Опять Корком пришел И не поменял Щиты На орковские Это довольно Самоуверенно Нормально О Дейс Есть Травма Есть Так Слепая Разведка Несется Вперед Интересно Куда он Пойдет Странные Прогулки Оп Их там Два Видали Пришлось Три раза Его ударить Чтобы Убить У него ХП Было Всего Ничего Вертольф Попал Ему На 7 Промазал И На 16 Так Потом Убил Со Второго Захода Получается Арнульф Сокрушитель Орков Воинов Так Топоры Против Щитов Мне конечно Не нравится Ну что Поделать Непонятно Есть С ними Некромант Нету Да их Тут Много Так Пошли Ближе К Своим Вот Этого Подвинуть Было Вообще Отлично Но Не В Этот Раз Ой Отлично Как Орки На Нашей Стороне Непонятно У кого Там Как Идут Дела Кто Выигрывает Ну Довольно Плотная Группировка Из Трех Павших Героев У Орков Наверное Должны Быть С ними Проблемки Тут Даже Не знаю Врываться Не Врываться Вообще Довольные Орки Янги Значит Они Кого То Месят Так Подождем Подождем Опа Вот это Серьезный Парень Интересно Он будет Крутить Вертушку Так Вот Один Все Так К нам Решил Пойти О Некромант Все Так Есть Если бы Он еще Парень С двуручным Топором Бафнул Вот это Был бы Номер Так Ну Пока Есть Некромант Живой Наверное Оркам Ничего Не Светит Скорее Всего Хотя Если будут Качественно Обезглавливать То Может Быть Давай Месить Этого Нахала Что-то Не подсказывает Что Эту Орку Сейчас Будет Несладко Пошли Охотиться На Некроманта Пока Так Так Тоже Неплохо Кстати Наваляли Орку Воину То Всю Выносливость Выбил Дубиной Своей Опа Стан Неплохо Неплохо Так Это он Не убегает же Я надеюсь Так Этот Еще Не ходил Давай Таунд Он Вполне Вероятно И не успеет Походить Сейчас Ему Все Как Скинутся По Второму Разу Да Лежи Не Вставай Я Даже Не могу Сказать В чью Пользу Размен Все Выглядят Достойными Ребятами Че Там Топор Отобрать Да пусть Себя Оставит Не Вставай Можно Подкрасться Потихоньку И начать Их Месить Не Подставляясь Наверное Стоит Этим Заняться Обождем Так Так Ну Вообще Того Парня Практически Забили Непонятно У кого Тут Лучше Обстановочка Но Сильно Выделяться Пожалуй Не Будем Давайте Вот этого Поддалбливать Тут Взвод Тяжелой Разведки Отправляется В путь Смотрите Крутанул Ни в кого Не попал Только Довольно Довольно Довольны Орки Как бы Это Не Звучало Из-за Того Что Постоянно Шлепают Зомби Которых Подставляет Некромант Так Дайте пока Им всю Броню Разобьем Вот Это Будет Точно Полезно Так Где Некромант О Нашелся Плохо Урки Все Более Довольные Извиняюсь Так Мы подождем Что-то Непонятно У кого Успехи Получше В этой Свалке 18 врагов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять И тут Три Еще Пятеро В темноте Рубятся Так Так Выставим Охрану Где-то Вот Сюда Сюда Стрелков И давай Лупить Некроманта По-моему Нежить Заканчивается Все-таки Хотя Грызается Неплохо Так Так Тут Ждем Кто из них Кого Победит Помогаем Орку Потом Замесим Встаем Цепью Какой Интересный Парень Встал Так Не очень С удачной стороны Мы подошли Его бы Подокружить Ну ладно Так Постреляем Так Продолжаем Опа Что это за Наезд Без объявления Войны Пора Видимо Месить И этого Парня Тоже Ой Что-то Дитр С ним Недолго Провозился Теперь этого Парня Берем Воборот Так Ты Че Приперся Еще С дубиной У нас Тоже Есть Дубины Так Тут Стоим Так Как Стоим Наражен Пока Не лезем А вот Если чуть Нескосок Встать Больше Шансов Будет Попасть Нет У Вольфрам Вообще Немного Шансов Попасть Тут Уж Как Есть Так Объясняем Парню Что Он Неправ Можно На орка Выехать И Получить Двуручный Топор Такая Си Перспектива Давайте Покажите Класс Кто Из Вас Настоящий Красавчик А Кто Так Себя Так Тут Нас Парень С Кнутом Как То Вызывающе Стоит Давайте Приберем Немножко Сторонку Опа Кстати Можно Уже Кливер Достать И Обезглавливать Недобитков Не Попал Четовырки Проигрывают По-моему Все Таки Если Б не Был Некроманта То Еще Может Быть Может Подрезать Орка Так Сказать Пользуясь Случаем Предательство Из Саугла Не Вышло А сколько Он бросил На ворот 99 99 Не Варс Уже Бил У Альвара Там есть На удар Но С ним Не Зратейдится Ладно Надо Надо их Обоих Прибрать Да и Все И Закончить Эту Ерунду Шлем Зачем Теперь Главное Топором Не Получить И Нормально Опа Получил Вуха Ничего Не Получил Так Ну Мои Парни Все Раньше Ходят Минус Голова Сразу Качественно Уже Хотел Кстати Орки Поплыли Но Нет Они Еще Держатся Но Если Я Не Начал Прессовать Некроман То У Них Уже Все Было Плохо Наверное Я Тут Еще Фолинов Парочку Забрал Ладно Ждем Подышать Тем У кого Легкие Есть Опа Подстава Подстава Так Еще Одна Подстава Не удалась Сколько Он Выкинул На Защиту 100 1 99 Другой 100 Орг Янги Не Воины Даже Опачки Ну Вольфрам Ну Сколько Можно Вот Хелфрих Вмазывает Так Вмазывает Здорово Че Хотел Непонятно Кто Раньше Закончится Можно Поближе Подойти Так На удар Не хватает Ладно Тут Постоим Прикроем Напарников Так Так Этот Еще Жив Был Так Этот Отбивается Воин Вроде Опа Опа Тактика Поехала Так Вот Там Зарубили Непонятно Кого И кто Ага Так Здрасте А кто Это Встал А ну Спать Ничего себе Убежал Так Так Я думаю Барда Нужна Вон Там Уже Вовсю Вольфрам Ты попадешь Сегодня Или нет В конце Концов Так Ну что Давайте Толпой Вот Этого Бить Это Морг Воин Может На нас Чарджить Ладно Ох Ты Что Тут Бить Говорит Дитер Почти Укладывая В Одиночку Холодная Так Не отобрать Ли у него Топор На всякий Случай Мало ли Порежется Там Еще Какие-то Недобитые Выползают Так Стоит ли Сюда Врваться Наверное Нет Потому что Нет Топора У нас Щит Хотя Он Зомби Глупенький Вроде Ну ладно Не будем Рисковать Он Под Бафом Некроманта Не Такой Уж Безобидный Два Орг Воина Держат Оборону На Холме Так Так Повылазили Гедведет Сюда 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 Вот Эт Сюда Да, прицельными, Хартмут. Кто еще тут не понял, что вставать не надо? Так, подожди, у нас цепь. Так, раз, два. Вот отсюда, по идее, кнут достает. Да и отсюда тоже. Ну-ка, сейчас попробуем. Опа, опа. Хорошо, что он получил баф после своего хода. Хорошо. Но все равно тип неприятный. Ну-ка, подвинься. Здорово, получите дейс. Он еще, наверное, ходить будет раньше нас. Опа. Здорово. Попробуй поколдовать теперь. Правда, сейчас они вот так ломанут. И мы несколько рискуем. Еще дейс. Я подумал, два дейса. А там один дейс и два оверхелма. Так, надо, наверное, отойти в задний ряд. Ну-ка, подходи. Нечисть. Отлично. Отлично. Так, там орки одновременно разобрались. Ну что, он помрет от кровотечения? Да. Поднял двух гадов и помер. Ну иди сюда. Поговорим. О, Ларс разошелся. С колотухой своей. А что, не пропустили просто? Никуда не пошли? Странные ребята. Стрелы кончились. Всего-то по некроманту постреляли. Ну и берсерка одного заварили. Так, что-то ребята не хотят идти. Потому что, если они оба сагрятся на Бертольфа и встанут вот сюда, можно будет их здорово мечом в ряд бить. Опа, на чарджу убежал. О, там еще бьются наши зеленые. Летчу стоим тупим. Выходи драться. Ой. А кто-то только пришел. Ну и все, стоило с ними столько возиться. Просто подходим до Вутиль. Место занимательного побоища с обезглавленными орками. Лучше бы ты не вставал, вот именно, с головой бы лежал. А теперь как уродец будешь. Давайте сопрем у орка его фраг. Хе-хе-хе. Это должны его расстроить. Пошел нафиг. Орк не хочет с нами общаться, но ты... ты хочешь. Отлично. Ну и все. Не будем бегать за одиноким орком. Кто сколько набил? Дубины 700, Дитр 790, меч 300 всего, но он стоял там сверху. Ларс 1000 у нас стучал колотушкой-то. Арнольф как Фокс. Правда, Фокс стоял, ничего не делал. 1200 хелфрих. Хадебрандт и тот 500. И Вальфрам 300 в самом конце настрелял в награду, как обычно. Тарелки кольца. Интересно, что этот шлем всем лучше. Смотрите, 20 выносливости, 240. А, 19. Что-то я перепутал. Этот полегче на единичку. На 10 прочности меньше. Ладно. На этом мы, пожалуй, будем заканчивать. А в следующей серии двинемся, наверное, к гоблинскому городу. Не знаю, дойдем ли. Тут далековато. Может, отвлечемся куда-нибудь? Ну, там видно будет. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.